Девушки отдыхают Игорь, здравствуй Как жизнь? По-старому Ты-то как? Тоже трудился А ты, черт, не изменился никогда А что со мной сделается? Людмила-то как, сын Ты хоть бы раз заглянул по старой дружбе Собираюсь, да все знаешь, как-то некогда Дела Своих дел не переделаешь Чего шумишь эту? Приезжай, порыбачим, в кино варим Сазаны вот такие вот у меня в прудах Ну, у костра посидим Пока Привет своим Жду Тоже передавай Здравствуйте, Евгений Иванович Здравствуйте Добрый день Здравствуйте Добрый день Добрый день Евгений Иванович Вас только что Севко спрашивал Председатель колхоза «Луч» Мы уже виделись Да, еще не забудьте Бюро в пять часов Хорошо 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 КОНЕЦ Да, Лещенко слушает. А, здравствуй, здравствуй. Послушай, Табаков, ну кто тебя просил выступать с этой статьей? Ну, свет в окне, свет в окне. Ну, какой там чёрт и свет? Из-за планированных занятий провели чуть больше половины. А посещаемость? Так что ж ты пишешь? Ну, поговори, поговори. Так вот, когда ты врёшь мне одно, а когда через газету, это уже очковтирательством попахивает. Конечно, будешь отвечать. Пока. Настроение, видите ли, ему испортил. Евгений Иванович, общая с водкой за квартал. Спасибо. Да, он самый. Ага, одну секунду. Сколько? 112. Так, мясо. 98. Яички. Повтори, не понял. Ага, спасибо. Погоди, не клади трубку. Это что, не догадываешься? Сейчас напомню. Коммунист Коваленко, Герман Михайлович, обращается с женой безбожно. Но учитывая, что бригадир он толковый и лучше всех справляется со своими обязанностями, поставит на вид. Что редактировать? А по-моему, нужно забраться повторно и переиграть всерьёз. Ну, хорошо, что понял. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. А Светланка ты где? Там. А почему же не помогает? Вы что, поругались? Ты Шурас предупреждала. Внуши, пусть не бегает с тем босиком. Её дело. Вот теперь сам разбирайся. Ты по-русски-то можешь? Адрючковать бы тебя по-русски. Да поздно, сидеешь. Беременна она. Погоди, погоди, как? Дождались. Ты виноват. Она зелень глупая, а ты? Пленум, бюро, по командировкам. Отец. Где она? В хате. Гребенна. Гребенна. Не здоровится? Бабушка ж сказала Как же случилось, Светка? Любишь или... как? Люблю А он? Говорил, что любит, а теперь... не знаю Светка, 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 успокойся, не плачь, слышишь? Ну не плачь, глупенькая, все образуется Не плачь, не плачь, не плачь Добрый вечер Здравствуйте Проходите, садитесь, пожалуйста Ну что молчишь? Я? Вы имеете ввиду наши отношения со Светланой? Собственно, если говорить об истории Мы ведь симпатизируем друг другу давно Еще со школьной скамьи Потом в институт поступали вместе Вместе и провалились Все это как-то Ну... сблизило нас А когда Это случилось Когда Света сегодня сказала, чтобы жениться Я растерялся Молчу, не зная, что сказать Она обидела, заплакала и убежала Поймите, я же совершенно не готов Я не нашел, ну, как это говорят, места в жизни Бывает, вдвоем его находят быстрее Вы так считаете? Я говорю, бывает Санька, смотри Мы надевали эту схему Журнал радио за прошлый год Потом, ребята, я занят Извини Значит, вы убеждены, что вдвоем нас... Я ни в чем не убежден Если, по-вашему, так будет лучше Я согласен Что согласен? Жениться Погоди, погоди Как это сразу? Почему же сразу? Мы же симпатизируем друг другу со школой Нет, одной симпатии здесь мало Вы имеете в виду любовь? Света меня любит А ты ее? Не знаю, наверное, я люблю Так вот, слушайте Одна рекомендация недействительна Евгений Иванович, немедленно к первому Еще к десяти просил быть Ладно Извините, это я не вам Почему, почему? Внимательней нужно быть У рекомендующего не хватает стажа Неправильно А кандидатский не считается Да, пожалуйста Зачем вызывал? Не знаю Женя Светка пропала Как? Я думала, она на работе Оттуда звонят, спрашивают А потом смотрю записка Просил же присматривать Да пока я на огороде сопала Мабуть, она и подалась к поезду Родители мальчика Саши Максимова, 4 лет Просим зайти в дежурнал по вокзалу Повторяю Родители мальчика Саши Максимова, 4 лет Просим зайти в дежурнал по вокзалу Родители мальчика Саши Максимова, 4 лет Отговаривать бесполезно Ну как же так, Света? После смерти матери с хорошим, плохим шла ко мне Вроде всегда находили общий язык Как же так Не сказала, не предупредила Как ты не понимаешь, не могу я тут больше Он рядом, а я одна, одна А он где-то рядом Как ты не понимаешь, не могу я без него Свет, сколько тебе лет? Ну, 18, ну что? По-твоему, я не могу полюбить Не могу, да? Ну, а может тебе все это только кажется Может пройдет Знаешь, в 18 лет мне многое казалось А мне не кажется Не кажется Где угодно и кому угодно могу сказать Хочу быть с ним, потому что люблю Понял? А он Ну хорошо Приедешь в Сибирь Или куда ты там билет купила Ты думаешь, от этого станет легче? От такого не убежишь Если оно настоящее Убывает поезд номер 52 Второй платформ Нумерация вагона с головы поезда Свет Свет, подожди Свет Ну нельзя же так Обожди, Свет, слышишь? Ну был я у него Согласен он Что? Ну, чтобы свадьба И все такое В общем Ты что, хмурый? Да дома не лады Марья Васильевна Дочка Маленькие детки Маленькие бедки Подросли детки Вместе с ними бедки Мой женился И глаз не кажет Поздравительными отделывается стервец В отпуск Теща на дачу Видите, ребенку Юг противопоказан За пять лет Один раз был И то проездом Ничего Будем держать хвост морковкой Нам иначе не положено Так или не так? Излучай критическое Немножко о секретаре Порткомна В основном О председателе колхоза Нас давно беспокоит Атмосфера в этом колхозе Дело не в письме Придется тебе разобраться Но ведь луч Зона Максимова Максимов Я бы не принимал Близко к сердцу Но в данном случае По-моему Не в подписи суть Написано искренне С заботой о деле По-моему Стоит прислушаться Да и жалуются На Севконий В первый раз Сами же не раз говорили Если человек работает Жалобы на него Должны косяком идти Ты прочти Нет, Федор Павлович Пусть Родионов Сидоренко Кто угодно Не кто угодно А ты Лучше тебя в этом деле Никто не разберется Да и председатель Ты Хорошо и давно знаешь Это-то и помешает Послушай, голубчик Что за разговоры Хочу, не хочу По-моему Мы на работе Ну а если это липа Вот и проверишь Что ж, надо Ехать в колхоз Надо Ну ладно Ухи у Севко поем Пошел, Федор Павлович Пошел, Федор Павлович На правой К ферме Да Так ездить До ночи В село не попадем Здорово Ну-ка, доедем Ну как, девочки, идет работа? Идиот Зорька не расстелилась Ждем Ночью должна Вдруг что не так Дашь знать Да что я тут Ночевать что ли буду Вон скотник присмотрит Переночуешь Не растаешь Да бог с тобой, Кирилл У меня и так уже Две группы Это почему две? Фонарикова уже Третий день не выходит Сказал, хоть пожаром горит Сейчас правление Я ей дам пожару Смотри, Александр Чтоб все по первому классу было Как на бог А надеюсь Москва слезам не верит Смотря каким Твоим-то уж точно не поверит Можешь не сомневаться Спрашиваю последний раз Выйдешь на работу на ферму Или нет Чего ко мне прицепились Кроме фонариковой Народу нету О народе потом Сейчас тебя спрос Не выйду Точка Запиши Оштрафовать фонарик УВН В размере 20 рублей И не представлять ей Никакой работы До тех пор Пока она не вернется На ферму Ну и правильно Бог с тобой У нас же дети Ты сидишь без копейки Согласишься Можешь идти Касьяненко Так Вчера Таракториска Касьяненко Не вышла на работу В результате чего Была сорвана Доставка зеленой массы На первую ферму Выйти на работу Наотрез отказалась Посылал лично Знаю Племяш у нас помер Ифросинья Васильевна Разве это оправдание Ведь он умер в мае А сейчас уже июнь на дворе Сорок дней было Запиши Переходим к следующему вопросу Тише товарищи Тише Ну успокойся Надо было соглашаться А потом от зари до зари Ну а теперь К прокурору поеду Я тебе дам к прокурору Хочешь чтобы нас С потрохами съели Все вы так Хвосты поджали И молчите А еще коммунист Ну ладно Заладила коммунист Коммунист Правду боитесь В глаза сказать Правду Правду Сивко прав Сейчас самое молоко идет А на ферме людей нехватка Упустишь время Потом план не догонишь Не плевать на его план У меня у самой хозяйства и гети Ну вот теперь и будешь хозяйствовать Третий час Обалдеть можно Зорька телется Что там зоотехника нет Ни себе ни другим покоя не даете У меня у самого диплом зоотехника По-моему вы просто не доверяете И зоотехнику И вообще Всю ночь мучаемся Там видать не теленка А целая бучища Зоотехник здесь Да ничего поделать не может Надо было сразу мне звонить Подойди Подойди Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сюда его Силий побольше, не жадничай Вот так Ну давайте, давайте его Иди сюда, какой хороший-то Шумный, в мамку пошел Ну и помучил он нас Сейчас мы его покормим Сейчас я его выйду, мокрый-то какой Закурить бы Лежи, лежи, тихо Маленький Нам бы таких побольше Слышь, Александра Две недели поить только чистым материнским молоком Не вздумай кашу подмешивать Лично буду проверять Да бог с тобой, Кириллыч Ладно Такое иногда скажет Господи Да разве ж я, ну прямо хоть Как показалось, прибыль Ничего Ничего Потому что ничего не понимаешь Я из-за каждой такой телушки По неделе готов не спать Ну а меня-то отпустите? Куда? Отоспаться Вчера в три подняли Сегодня еще раньше Сколько можно? Сейчас мотаемся в тракторную Потом на пруды Ну а потом Потом, может, отпущу Дай-ка Я, между прочим, так и аварию могу сделать А Как же раньше? Раньше Ночами люди не спали Раньше люди в лаптях ходили Так что ж, приказать... Хватит! Холодно, голодно было, вера Но зато Какой порыв Эпоха какая Так и сейчас должно быть Хоть мы на легковушках катаемся И вареники на газовых плитах варим Слышал, надоело А надоело хоть из чертовой матери Зануда Молодежь Будущее называется Видишь, сток? Иди, спи Надолго их нам? Там видно будет Давно здесь? С рождения Только в армию входил Ну как, лучше стал колхоз? Вроде лучше А это что там? Пруды Зеркальный карп Сазан Да Многое у вас изменилось А крепко у вас дом культуры отгрохали А толку? Что, скучно? Веселиться некому Молодежь потихоньку сматывает удочки Почему? Поживете, увидите 2600 литров 1400 Помедленнее можно 2600 1400 Вторая бригада слышит? Что ж получается в итоге? И попуду на голову не выдали? Игорь Кириллович, перебой с доставкой зеленой массы А кто их будет устранять? Кто? Или меня поджидаете? Могу заскочить к обеденной дойке Чем порадует третья гвардейская? Тоже не дотянули Странная у нас получается картинка Даешь на гонеру, чьем идет молоко Чуть послабко Еле капает Значит и в третью придется заскочить До скорых и приятных встреч Оперативка окончена Главного бухгалтера Игорь Кириллович, можно я на минутку? Позже я занят Ясно Садись Это что? Акт ревизионной комиссии Ну-ка читай Ревизионная комиссия Сельхосортели луч в составе Так Обследовав причину гибели от вымочек 30 гектаров Засела Озимой пшеницы Дальше, дальше Не буду Почему? Наизусть Знаю, сам составлял Считаем необходимым заметить Что засев данного участка Был проведен по самоличному приказу Председателя товарища Сивко Вопреки мне Что вас не устраивает? Перепишешь По форме и без всяких этих самых Эмоций Не буду Почему? Когда осенью В балке производили засев Вас предупреждали Нельзя сеять Вымокнет Главный агроном предупреждал Бригадир даже Докладную подал А старики что говорили? Вы же В бутылку полезли Плевать Я отвечаю Вот и пришло время Ты что ж Припугнуть меня хочешь? Чем? А как же Заглянет в акт ревизор И пожалуйста Не стихия виновата Председатель Разве не правда Что порой От упрямства Больше Беды Чем от стихии Давай-давай Я уже испугался В том-то беда Непробиваемая Тем более перепишешь Вы же хозяин Хороший хозяин Неужели вы не понимаете Что от вашего упрямства От категоричности Только убыток Женька Ты Какими судьбами же В гости Вот молодец Что выбрался Извини Да Ой, Люсь Некогда мне Некогда говорю Собрание у строителей Слушай, Люсь У нас тут гость Объявился Не угадаешь? Нет Нет Женька Лясенко Привет тебе Спасибо Зайдет он Обязательно зайдет Куда он денется Ну пока Пока-пока Пока Махнем со мной В строительную бригаду Не хочется тебе мешать Чем бы тебя развлечь Обожди К комиссару передам Рая Сабля на себе Нет, еще не приходил Как явится Передашь его Евгению Ивановичу Я уехал Жек, извини Ну проходи, проходи А Максимов куда плевали? Максимов на сессии Ага, так в Москву значит Умом подался, да? В область? Жизнь у вас Катаетесь от души? Ну не всегда Любопытно А ты его председателя Кулика видел? Нет Ну, он на подоконнике стоит А вы охотник? Ну так маленько Сейчас на этих как Хобби О, все помешались Любопытно Ну аж на клубнику смотаем? На клубнику потом Прочтите Да Похоже? Точно Огибайло Что за Огибайло? Это бригадир Первый комплексный Ты посмотри Ты посмотри Письмо по фактам Это ж копия Его выступления На предпоследнем правлении Да я не о том Николай Николаевич Ну как по-вашему В письме Правда? Это ж как взглянуть Это вроде бы правда А в корень посмотреть Чепуха Это ж неправда Не понял Чего ты притворяешься? Да нет Я серьезно говорю Не понял Как бы это тебе популярнее Ну вот у председателя Под рукой полторы тысячи Трудоспособных Это значит полторы тысячи Характеров Да тут самый наиположительный Герой хоть на одном Наспоткнется Я вижу Вы как секретарь Полностью За председательскую линию Видишь ли И он И я И ты Все мы одной линией Идем И к одной цели Понятно Вот так А порткомы часто проводите? Да у нас почти Каждый управленец За портком считает Потому что в порткоме В честь состав управления Погодите Николай Николаевич Дайте мне протоколы Заседаний порткома За прошлый год Альза Монишни Все давайте Совместные Несовместные А с клубникой как же Успеем Я к вам надолго Как Мария Васильевна? Трудится А Светка? Светка В прошлом году Медицинский пробовала Не прошла Сейчас с нянечкой В больнице Стаж набирает А Валерка-то наш Видел как вымахал Ой-ой-ой Сколько же ему? На год младше Светланки В этом году В сельскохозяйственную Поступать будет А ты не изменилась Ну а на личном фронте как? У Светки Да у тебя Какой там у нее фронт? У меня без перемен Ну че ж так Некогда Ты как, Игорь? Тот тоже все Дела, дела, дела Ты знаешь, он весной так замотался Я уж не помню с чем Забыл про мой день рождения Через неделю вспомнил Женька Женька А ведь тебе уже сорок Сорок, Людочка, сорок И все один Дочка выросла А ты все один Да не могу, Элли Не могу Ну что жениться Только для того Чтобы не быть одному Зачем? Лучше не надо Была бы жива Зина Женя Так как была с Зиной Уже не будет Ну а по-другому я не хочу Да, что твой задерживается, а? Да мы не будем его ждать Нет, нет, нет Давай подождем Ничего вкуснее покажется Вот ты все про мой личный фронт А у меня Недавно второй открыл Светланкин Да ну Ты не улыбайся Не улыбайся Такое уравнение выдала Не разрешишь Влюбилась что ли? Говорит, любит Сильно любит На днях в Сибирь Собралась от неразделенной любви Да, в общем Пожениться они через неделю Заявление подали 18 лет Да вот и я не одобряю Парень, ты еще понимаешь Ну пацан совсем Да тут родители его пришли Говорят, свадьбы никаких Светлана-ка-то ребенка ждет Вот такая ситуация Ну я вроде у них на поводу пошел Согласился Ну а парень-то какой? Парень? Ты понимаешь Вроде симпатичный Парень на черте Какой-то растерянный ходит Я не знаю, Люд Может стоило С ними как-нибудь пожестче Ну предостеречь остановить Да Запретом и окриком Сейчас ничего не докажешь Не убедишь Женька Женька, да погоди ты Да может все еще хорошо будет Ну что наперед-то загадывать Да вон я за своего Игоря В 20 лет лыскочила Ты за Игоря, она за Саньку Игорь Жак, извини Задержался Задержался Давай-ка мыться В трактор не искупался Думаю, зачем домой грязюку тащить От строителей в третью бригаду А потом с женщинами на клубнике Жалуются Нормы завышены Так я рукава засучил И три часа выбирал По старинке вином балуешься? Да, сухое Я б желал Да должность не позволяет Обмой вином сделку С каким-нибудь комбинатором Так он в другой раз На тебя и глядеть не станет Ну, давай-давай, ешь Спасибо Сынок-то, а Сельскохозяйственный Толхозным степедиатом После окончания Прямо сюда Глубоко Коры не пускаешь Намертво В эту землю меня И зароют Ну За встречу в нашей хате Руки-то обжег Руки? Клубника не отмылась Я уж говорю Работают шаляй-валяя Хотят получить полновесную копейку Так я за три часа доказал Что нормы наоборот Наоборот, занижены Три часа не целый день Постоят зари до зари Согнувшись Тогда и выводи норму Стоп, Люсенька-то Въехала на мою ниву Видал, как она у меня Правду матку режет Кто же тебе скажет Правду, если не я? А вот Жек Он, говорят, для того Сюда и прибыл Уже говорят? А что? Да шут Ну, за тебя, Женя И чтоб приезжал почаще Ух Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что молчишь А что говорить? Тебе ведь Савлин давал письмо читать? Конечно Ну, и как показалось? Никак Ну, а как тебе наши дела? Трудно так сразу-то А все-таки Надо оглядеться Целый день по ферме бродил Неужели ничего не приметил? Бродить-то бродил Я сегодня в протоколы заглянул Эта история с фонариковой дояркой На ферме разговоры послушал Большинство доярок работает под угрозой штраф Почему? А ты во двор к фонариковой заглядывал? Две коровы у нее И телка Крутится вокруг них целый день На базар еле успевает оборачиваться Ну, фонарикова понятно А другие-то почему не идут? Зажрались Раньше полсотни были рады А теперь двести в месяц получают Еще нос ворот Ну, Игорь, сейчас кроме денег Людям времени побольше свободного бы надо Слушай, а почему бы вам не подумать О двусменке на ферме? А если корова привыкла к одной доярке Другое на молоко полностью не отдаст Сначала думай о корове На человека, на потом Ну, что еще у меня плохо? Игорь Давай-давай, изобличай Да я не затем сюда приехал А зачем? Что ж ты, дорогой, не ехал, когда колхоз был последней дырой в районе? Председательство мы вместе предложили Что ж отказался? У каждого свой потолок Согласись, я тогда лучше не был бы таким, каким он сейчас стал Давай, вали на потолок Ты отказался и тебе сошло А меня заставили Ты думаешь, мне так хотелось ехать сюда? Я уже тогда был Зампредом А сейчас бы наверняка ходил в председателях райисполком Значит, это я испортил тебя Да не в этом дело Я этот колхоз своим горбом вытащил Потом, нервами А когда все ухабы позади Когда гребемся премией призы Ты подкатываешься в роли престижной На предмет помощи Зарвавшемуся самодуру Игорь, Игорь, Игорь Хлебнул бы всего, чем мне пришлось насытиться Учить А где Женя? Там Федор Павлович, еще раз прошу вас Поручить это дело кому-нибудь другому Я не уверен, что как-то смогу им там чем-то помочь Как-то разобраться Федор Павлович, я уже говорил Мы с Севко давние друзья Еще с института А слова друга в такой ситуации Ну, сами знаете, не всегда Воспринимаются всерьез И потом Ну, войдите в мое положение Ведь когда-то председательство в Луче Предлагали не только Севко Мне тоже предлагали Но я отказался Севко тоже отказался Но его заставили Вот сейчас я должен Он Ну, неловко, мне неудобно Вспоминать тонкости Десять летней давности По крайней мере, несерьезно Я, Голубчик, когда-то отказался от Васильевского района Теперь назначен в комиссию обкома По проверке Васильевского Потом тебя послали по делу А не в гости Значит, так и не приступал? Первые впечатления Давай хоть первый Не знаю, кто там проморгал при выборах Но раз бездействует портком И над администрацией нет контроля Севко вполне может допускать срывы В плане человеческом, что ли В общем, как я понял Эти срывы есть Да Не важнецкие впечатления Что скажет второй секретарь? Что ты предлагаешь? Над Севко должен быть контроль на месте в луче Надо заставить работать портком в нынешнем его составе Ну, а посыл? Или как там начальная температура? Пусть обсудят письмо сами Температура, посыл Носите с этим Севко, как с писаной торбой Вот он вам на шею и садится Марти за срыв плана по мясу Почти все выговора получили А ему обошлось Как же, знаменитость? Не дай бог, в области узнают Я предлагаю Вызвать на бюро И всыпать ему По самое, по первое Ведь тогда мы вроде его методами будем действовать В общем так Отвод не принимаю Давай работать Понятно Это хорошо, хорошо, что оградил нас от бюро райкома Доброе дело сделал Принесет бюро пользу неизвестно А нервы попорют Это точно Может слишком нервно к критике относитесь А кому она нравится? Читал недавно Критика не девушка Ее нельзя любить А дальше? Чего дальше? Самое главное, забыли Критика не девушка Ее нельзя любить Она лекарство Ее нужно уметь принимать Как же Никита сказал Ах, как не принимай все горько Это ты знаешь Мы вот здесь своими силами С этой анонимкой Мы лучше разберемся Слушай, Евгений Иванович А на какой день мы Портком назначим? Да мне все равно Ага, ну тогда на завтра, что ли 15.00 Устраивает? Угу Какой будет порядок? Да вы что, первый раз Портком ведете Постой, постой Что, я поведу? А кто же? Как кто? Вопрос с тобой предлагается Ну и что? Ну, мужик Иванович Ах, хитрый Ну, почему я хитрый? Просто хочу, чтобы правду говорили Выкладывали все, что есть на душе Ты всегда в глаза выкладываешь? Ну, стараюсь, по крайней мере Я стараюсь, а оно не всегда получается Давно в устав заглядывали? Какой? В партийный Заглядываем Вот наших вступающих принимаем С уставом советуемся Дайте устав Зачем? Посоветуемся Ага Пожалуйста Вот, затащили куда-то Член партии Обязан развивать критику и самокритику Вскрывать недостатки Бороться против зазнайства Самоуспокоенности Местничества Давать решительный отпор Всяким попыткам Зажима критики Выступать против любых действий Наносящих ущерб партии и государству И сообщать о них в партийные органы Плоть до ЦК КПСС Это обязан каждый рядовой А вы, между прочим, секретарь порткома Да ты что, Евгений Иванович Раз я против Устава у вас нет Вот и приходится Субтитры сделал DimaTorzok Куда собрался? В город Зачем? На постоянное место жительства Бросаешь колхоз? Что он мне дал? Колхоз Как что? Работа у тебя? Ну сам отсюда Заработки, слава богу Вы как сивко Чуть что, сразу про гроши А кое не мне? Телевизор купил, смотреть времени нет Два костюма справил, лежат В городе заработаю меньше Зато семь часов отдал и На все четыре Не ожидал от тебя Я, Евгений Иванович, два года на гражданке Если хотите Девчонки не приглядел День и ночь за баранкой Вы председателю другом доводитесь Вот и втолкуете ему, что он действительности уже не соответствует Не знаю, может быть я не прав, может быть он Он себя не организует, других мордует Сам за все хватается Может быть потому, что ему это все роднее, чем тебе Еще неизвестно, кому что роднее Что ты меня хоронишь Я же приезжать буду Ну перестань, мать Ну, ну пока, мать Субтитры сделал DimaTorzok Может начнем? Так ведь секретаря нету Он заболел Тут жена приходила Письмо принесла и записку Небольшая справочка Насчет анонимности прилагаемого письма Личность автора установлена Это Агибайло Сейчас он начисто отказывается Но пройдет время и сознается Извините, товарищ, что приболел Ксему саблин Евгений Иванович, может отложим Ну а если он месяц будет болеть? Так ведь вопрос-то очень сложный Ну тем более нет смысла тянуть Товарищи члены порткома На повестке дня у нас один вопрос Обсуждение анонимного письма Давайте выскажемся А письмо? Что письмо? Надо зачитать Зачем все наслышанные? Ты, может быть, наслышан, а я нет Дай-ка сюда Я на слух трудно воспринимаю Уважаемый товарищ секретарь райкома Никогда не писали в такую высокую организацию Но молчать больше нет возможностей Вы, конечно, знаете нашего председателя Игоря Кирилловича Сивко Но знаете больше со стороны производственной А мы вам хотим осветить его со стороны человеческой Неважный он человек Не хватает ему чуткости Внимания к людям А если про критику говорить То он ее переносить не может Чуть что молчать, заткнись Не твоего умодела Товарищ Борисов, вы не на сцене Читайте нормально А вас, товарищ Звягинцев, попрошу не обрывать Если не так, председатель стучи остановит Чуть что молчать, заткнись Не твоего ума дело Приведем самый свежий пример Не так давно На правлении выступил скотник Амельяненко И покритиковал Сивко за нарушение Учета и падежа ягнят И что вы думаете? Через три дня Гурт Амельяненко Расформировали А человека перевели на разные работы Еще пример Заболел наш электросварщик Коля Терещенко Извините Игорь Кириллович, к телефону Занят Людмила Петровна Занят Заболел наш электросварщик Коля Терещенко Лежит в постели А председатель вдруг посылает за ним машину К себе вызывает Привезли Колю Сивко на него Саботажник Такой-сикой розеткой Почему на работу не выходишь? Марш доделывать отопление в свинарнике Поросята от холода дохнут Пошел сварщик на ферму с температурой А в обед его взяла скорая помощь И вот уже второй месяц Наш сварщик находится у вас в районной больнице С воспалением легких в тяжелой форме Примеров можно описать целый том И вы, товарищ секретарь райкома Услышите их сколько угодно Когда сюда приедете Вы, конечно, можете спросить А что же вы молчите? Куда нам, людям рядовым Если в секретарь порткома Товарищ Саблин И то молчок Несмотря на свою грозную фамилию Человек он покладистый Во всем с председателем соглашается Он у него ручной, как канарейка Что закажет, то и поет Посодействуйте, пожалуйста Товарищ секретарь райкома Евгений Иванович, как дальше у вас? Вы порядка не знаете Товарищи, кто желает выступить? Два слова Семельяненко в письме Семельяненко в письме неправда Товарищи, кто еще кинул Ну так, раз ему скажешь Второе, третье Потом и говорит неохота Кто еще желает? Товарищи, ну нельзя же так Поактивнее, пожалуйста Товарищи Да что мне больше всех надо, что ли? У меня, может, у самого голова раскалывается Ну что ж, давайте отложим До выздоровления Николая Николаевича Здравствуйте Здравствуйте Угу Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Степан Макарович Здравствуйте Сорвется у вас крестник Почему? Какой же дурак явится в базарный день Зачем уж тогда намечали Председатель намечал Здоров, кум С охраной идешь Как порядочный Вот говорил тебе, не женись Я... Иди Иди, чего стал, базар С тобой не оберешься Так, его Гляди, гляди Я их, что ли, на базар посылал? Пустая затея Я же говорил Потому что затейник с тебя хреновый Ну, попробуйте вы А ты заболеешь? Только зарплату получать Объявления везде По радио три раза передавали Я же говорил, надо было через Портком Коммунисты пришли И то... А завтра звонок из района Председатель под расписку людей На воскресник сгоняет Коммунисты пришли Оралов, ко мне Ты чего болынешь? Так репетиция у нас Что, раньше нельзя было? Игорь, ты же знаешь По будням они на горошке Играть-то умеете? Умеем! Умеем! Смогут сыграть? Сумеют А ну, пошли Скорее, скорее, ребята Смогут сыграть? Смогут сыграть? Продолжение следует... 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 Ну что, комиссар, зайдем тезку твоего проведать? Николку. Воля ваша. А у тебя что, нет воли-то? Да нет, я к тому же временем вашим не заведую. Раньше предупредил в магазин зайти. А вот. Что ж, уберила кошку комиссар. Что ж, уберила кошку комиссар. Они тут, как арестанты, формы одинаковые. Игорь Кейл, смотри-ка, вон он сидит, Николка-то. Привет, Николка. Здорово. Ну, здравствуй, Гаврилов. Здравствуйте. А у вас тут ничего красиво. Садись, рассказывай. Садись, садись. Как кормят? Спасибо. Не обижают? Нет. А мы-то тебе вишни с колхозного сада привезли. Пробуй. Спасибо. Да ешь, ешь. Спасибо, потом скажешь, бери. Да ешь сейчас. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, залазил, как попугайки. Ну, а кормят-то как? Спасибо. Может, тебе привезти что? Ничего не надо. Ты, видать, обиделся на меня? Нет. Бывает работа, сам понимаешь. Игорь Кириллович, как бы не опоздать, что-то не опоздать. Да-да. Ну, пока, брат. Не будем тебе мешать, поправляйся. Как-нибудь по свободе заскочу. Ну, ну, бывай. До свидания. До свидания. OUR LIFE Плохо тебя Игорь кормит. Игорь сам не успевает обедать. Ну-ка, они там... живут... А хорошо, Светка, получилась. Прямо красавица, да? Вот далекак похоронили. Ну, не век же с нами жить. Да так-то, ну так. И ты, ма-быть, тоже скорым. Что тоже? Ну, а женишься? Представь себе, Людмила меня чуть не сосватала. За кого? Да ты не пугайся, отказался. Почему? Мать тебе не угодишь. Жениться плохо, не жениться опять не нравится. А дальше-то что? Дальше-то. Вон у тебя виски белеют. Седина бобра не портит. Не понимаю я тебя. Ладно, мать, не надо. О, кто пришел? Ой, доченька-то моя. Лапонька. Борщик будешь? Нет, не хочется. Ну, компот будет. Да спасибо, не хочу. Надо. Здравствуй. Здравствуй. Да. Сейчас позову. Женя. Женя, тебя. Опять? Что опять? Поругались? Ничего не поругались, все хорошо. А что, что будто с креста снятая? Ничего не снятая. Все как было, так и есть. Ничего не снятая. Чего же ты еще хочешь? Не хочу я так. Светка, это у тебя от момента. То на сладкое потянет, то остого захочется. Ничего ты не понимаешь. Ой, спешишь ты, Светка, спешишь. Подожди маленького. Может, и он потом другим станет. Не надо мне потом. Мне сейчас надо. Сейчас. Или вообще не надо. Может, ты, дочка, плохо? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы к нам? Да, может, подвезете. Ну, конечно, только погрузку окончим. Целый год клянчили. Сегодня утром телефонограмму. Так я Сипку машину вырвал. Вы в кабине или с ветерком? С ветерком. Валь, давай в кабину. Ну что, поехали? Поехали. Извините, я ваши заметки по дороге прочитал. Ну и как? А вы что, предпочитаете похвалу или критику? Правду. Знаете, не понравились заметки. Ну что ж, не всякому дано. Давно пишете? Да, скульптутилища. А чем же они понравились заметки? Скучновато. Цифры. Заметка есть заметка. А что бы вы хотели? Кто я? Мне интересно было бы узнать, о чем думают люди. Что им нравится, чем недовольны. Или вот проблема, председатель коллектив. Интересно, потому что сами столкнулись. Не только. Другим тоже было бы интересно узнать, почему меняется отношение людей к Севко. Раньше устраивало, а сейчас нет? Терпели. Терпели за крепкий рубль, как хорошего хозяина. Что ж, теперь хозяева не нужны? Да нужны. Конечно, но... Такие, чтобы не только к цифрам. К людям по-хозяйски. А Севко привык по старинке горлом брать. Вот вы и напишите обо всем. Напишите. А на другой день собирай вещички, да? С чего вдруг? Неужели Севко такой уж... Севко так саблен. Хватает старателей. Было время на собственной шкуре испытал. В луче? Да нет, на сахарном. Банальная история. Ну, а все-таки? В партии еще с армия. Демобилизовался, на сахарном завглубом устроился. Но гляделся, тащит народ сахарок. Рубанул по армейски филетон в газету. Собирается портбюро, и давай меня. И в хвост, и в гриву. Ну, был такой мастер земляков. Я ему кричу, что же вы? Это же нечестно, как вы можете? Вы же на моих глазах два мешка на машине вывезли, я видел. А у тебя свидетели есть? Святая простота. Не подумал, что то, что сам видел, нужно подкреплять свидетельскими показаниями. Ну, и врезали. За клевету на коллектив из партии исключить. Про коми пожалели. С трогачем обошлось. Погодите, погодите. Я ведь еще зимой об этом случае читал. Да, суд был. Всех пересажали. Ну, вот видите. Значит, правда за вами. А каково мне было все это время. И matériка. Ну, вот видите. Да. Субтитры делал DimaTorzok А как же? Будете молчать, вообще ничего не изменится. Да и председатель ваш прежним останется. А хоть криком кричи, не станет он другим. Люди это знают, потому и молчат. Обидно, Оралов. Учим устав, получаем партбилеты. И тут же забываем все права и обязанности. Как школьники после экзамена. Я не забыл. Это тогда, да, понимаю. А сейчас? А сейчас тоже. Так почему же вы молчите? Вы коммунист Оралов. Вы же видите, понимаете, что творится в колхозе. Или у вас что, партбилет другой расцветки? С такой логикой вы никогда и ничего не добьетесь. Ну выступя завтра, вы же меня не поддержите. Промолчите. Да и другой будет тонуть рукой, махнете. Неправда. Неправда. Если хотите, то поступление Огибайла я записал. И в райкон письмо я отправил. Увы. Значит, вы. Ну я второй, третий, ну и что? А толку? Думаете, до вас не приезжали? Смотрели, реагировали и с приветом. Симко тот же. Он живой человек, значит, подход нужно искать. А вы нашли? Думаете, после вашего отъезда здесь все изменится? Ну, все не изменится. Но если не поодиночке, не шепотом, а во весь голос, все вместе. Что-нибудь, да будет по-другому. Слушайте, Аралов, мне кажется, вам нужно встать и объяснить, почему вы отправили письмо без подписи. После выступления на порце брани вы гарантируете мне жизнь без осложнений? Нет, тысячу раз нет. Сами должны устраивать себе жизнь такую, какая вам по душе. В таком случае пусть консулы позаботятся о Риме. Товарищи коммунисты, товарищи беспартийные, прежде чем приступить к первому вопросу повестки дня, позвольте мне, пользуясь течением народа, сделать несколько, как говорится, приятных сюрпризов. Правление и партийный комитет сельхоза «Артели луч» награждает почетной грамотой товарища Панкратова Владимира Никифоровича за ударный труд, конкретно добавлю от себя. На перевозке зеленого горошка товарищ Панкратов показал себя молодцом, товарищи. попросим. А ты, товарищ Панкратов, будь здоров и работать так же хорошо. Погоди, погоди, мать. Что там случилось? Объясни спокойно. Ну, понятно, поссорились. Да я не смеюсь. Неправда! Неправда это, дядя Кот? Ну, вчера, ты говоришь, прибежала к тебе радостная, веселая. Мать, честное слово, ты как ребенок. Но они еще тысячу раз будут мириться и ссориться. Ничего с твоей Светланкой не случится. А не капайте на Ниньке, куда-нибудь... Да, да, и с моей тоже. Ну, не нервничь. Сама же говоришь, что Бог не дает все к лучшему. А помню, как раз тот случай. Господи, да пойми, ты некогда мне сейчас с тобой разговаривать. И сейчас готов повторить свои слова. Ну, не придирайся. Все важно. Я говорю, важно все. Ну, пока. Пока. И так же ни день, ни час. Как же семь лет, семь лет, товарищи, вот такой жизни. Да что же он, по-вашему, каменный? Нервы у него есть? Могут они не выдержать. Товарищи. Товарищи, товарищи. По-моему, мы уходим в сторону от повестки. И вообще. По мелочевке пьем, обиды высказываем. А в результате подрываем авторитет колхозного руководителя. Подчеркиваю, руководителя, который в коллективе пользуется почетом и уважением. Да, да, мельчите, товарищи. Вспомните, на каком месте по району был наш колхоз до прихода Игоря Кирилловича. На последнем. А что творилось в наших карманах? В одном смеркалось, в другом заря занималось. А сейчас, прежде чем писать разные письма, может, лучше заглянем в наши сберкнижки? Достигнутые результаты, товарищи, свидетельствуют о том, что линия, проводимая председателем, линия правильная. Да и тому, кто писал, это тоже ясно. Потому что по мелочевке шипит злобным, не нашим шепотом. Евгений Иванович, так и доложите в райкоме, что голос анонимщика, это не наш голос. И поддержки у народа он не находит. У меня все. Трепать что надо? Сидите. Сядьте, сядьте. Товарищи, я думаю, член парткома Звягинцев выразил наше с вами общее мнение по поводу письма. Давайте это мнение внесем в резолюцию и будем считать, что с третьим вопросом повестки мы расквитались. Так что же вы молчите? Он сейчас резолюцию потянет. Товарищи, резолюцию мы потом, конечно, подредактируем, но сущность ее такова. Линию, проводимую председателем колхоза товарищем Сивко, по неуклонному подъему колхозного производства считать верной и неподлежащей той огульной неправильной критики, сведения которой мы только что с вами были. Пусть о Риме заботятся консулы. Я думаю, возражений не будет. Такие консулы, вы что? В таком случае давайте проголосуем, товарищи. Николай Николаевич! Совершенно неверное истолкование. У тебя что? Добавление к проекту, что ли? Да нет, я говорю, вы неверно меня поняли. Да постой, постой. Ну, при чем здесь ты? Разве ты выступал? Да нет, ну я... Письмо я писал. Товарищ, тише, ну ей-богу, невозможно работать. Тише, товарищи. Ну, тише. Ну, какое письмо, товарищ Аралов? Я говорю, что письмо в райком я написал. Перестаньте дурачиться. Да вы что? Честное слово. Разве кто против производственной линии? Все за. И все за растущее благосостояние людей. Но ведь сейчас о другом речь. Все у нас делается, должно делаться для людей. Во имя людей. Я говорю, что верша большие планы, нельзя плевать в души людей. Рассчитываю, что урожай все спишет. Нет, не спишет, остается ржавчина, она уже начинает разъедать. Клянусь, что из самых чистых побуждений послал я это... Письмо. Дай воды. Об одном жалею, сглупил, схулиганил. Прямяком нужно было с подписью отправлять. Да ведь всем же ясно, груб наш председатель. Сто раз на день слышим от него грубость. Ну вот Николку взять. Пацан жизнь только начинает. А вы ему, Игорь Кириллович, душу в раз хрусь. В силу производственной необходимости, так сказать. Да не хочу я есть хлеб, добытый таким образом. Горьким он будет. Вот вы, товарищ Звягинцев, бросаете спасать авторитет председателя. А дело гробите? Разве авторитетом пользуется тот руководитель, который все безошибочно делает? Не бывает безошибочных. А если человек в ошибке признается и начнет ее исправлять, не волнуйтесь, авторитет не пошатнется. А чем сильнее мы будем затирать ошибки председателя, тем больше будет разваливаться его авторитет. И дойдет до того, что поздно будет спасать человека, потому что придется спасать дело, которым руководит этот человек. Можно сказать? О деле верно, сказал Оралов. Только дело правят не шепотом, не на темную, а в глаза на свету. Тогда и польза будет. От твоей правды на ушко, товарищ Оралов, стыдно становится. Не по партийному ведь это, и не по мужски, если хочешь, анонимки писать. Да, всем нам видно, разладились у нашего председателя отношения с людьми. И не потому, что строго он требует с нас. Это только таких, как Фонарикова, не устраивает. А нас обижает Игорь Кириллович. Когда вы командуете, не считаетесь людьми, не советуетесь с нами. Вот построили у нас новый коровник, и что? Доильные аппараты поставили, а работать на них нас не учат. По-моему, просто боится наш председатель рисковать. Вдруг надои снизятся. Ведь коровы к дояркам привыкли. А нам, дояркам, мол, не привыкать вручную вкалывать от зари до зари. Правильно, правильно, Александр, говоришь. Неблагополучно у нас в колхозе. Всем нам, товарищи, совместно надо думать о будущем колхоза. Советоваться о том, как дело поставить, чтобы пятилетку выполнить. Вот здесь выступал товарищ Оралов. Но такими способами, как Оралов, положение не исправишь. Не исправишь, товарищи. Я имею в виду его письмо. Вот часто председатель наш обвиняет людей, что нет, мол, у них порыва, энтузиазма. Но ведь порыв-то в коллективе тогда может быть, когда все сообща, по-товарищески решается. Когда каждый свою необходимость чувствует там, где работает. А у нас? Только и слышишь от Сивко, я приказываю, мне виднее. Как будто он единоличный хозяин, а мы работники у него. Какой же тут энтузиазм может быть у людей? А, пришел? Женя, садись, садись. Я же говорил, обязательно с соболезнованием заявится. Ну давай, ты давай ешь. За поражение я уже вмазал. Теперь давай за удачу. За твою удачу. Ну, поехали. Не бойся, не окосею. После такого же бочку выдай. Мимо. Ой, забыл. Ты же только вину употребляешь. Игорь, тебе уже хватит. И здесь бунт. Бунт по всей флотилии. Перестань. А говоришь, люблю. Игорь, отстань. Игорь, отстань. Шел бы ты отсюда. Игорь, отстань. Субтитры подогнали Симон. Женя, извини, что ворвалась, извини, что поздно, но я не могла не прийти. Мне необходимо с тобой поговорить. Ты же знаешь, завтра собрание, и я не могла иначе. Я хочу быть таким же, как наш председатель колхоза, товарищ Сивко. Он никого не боится и делает все, что захочет. Сочинение на тему, кем ты хочешь быть, 8-й Б. Я же не сам легкого хлеба не ищу, и другим потакать не буду. Я встаю, еще солнце спит, и до ночи, и так каждый день. Ради себя, ради своей выгоды. Вот на женский день примировали меня отрезом на костюм. Так до сих пор лежит в комоде. Отдать пошить некогда. А если пошлишь, все равно бестолку. Когда его носить-то? Мы же в 4 утра на ферме и затем на домой возвращаемся. А дома свое хозяйство, детвора. А учиться когда же? Неважный он человек. Не хватает ему чуткости, внимания к людям. А если про критику говорить, то он ее переносить не может. Чуть что молчать, заткнись, не твоего ума дело. А потом подумал, может действительно так и надо, чтобы один хозяин в колхозе был. Ведь вроде все нормально, планы по урожайности выполняем. И потом, как говорится, плетью опухоль не перешибешь. Женя, объясни мне, я хочу понять. Я хочу разобраться, что с ним происходит. Ведь мне вдруг стало казаться, что он всегда был такой. А он ведь был другой. Ведь был же. А сейчас эта резкость, отчуждение между нему людьми стал злой, раздражительный, ожесточенный. И всегда во всем прав. Я иногда не могу видеть его глаз. Я ведь столько раз пыталась с ним поговорить, но ведь он же не хочет понять. Или не может. Не может. Люда, давай откровенно. Я понимаю, Игорю плохо. Мучается, взвинчен. Но во всем, что с ним сейчас происходит, в основном виноват он сам. В первую очередь сам. Я три недели у вас ходил, присматривался, с людьми говорил. Ты знаешь, какую вещь я понял? Я понял, что право руководить для него все чаще и чаще становится правом унижать. Унижать человека. Нет, сегодня нужно по-другому работать. По-другому нужно вести себя с людьми. Нужно доверять им, думать о них. Игорь этого пока не может. Видеть не только сегодняшний план, но и то, как и чем он завтра-то этот план будет выдавать. Люда, ты пойми, пойми, по цифрам все пока идет нормально, хорошо, планы выполняются, но как дается их выполнение? Нужно же учитывать, на улыбке или с надрывом работает народ. С радостью люди выдали победу или на измоте. Ты же помнишь эту историю с клубникой? Игорь тогда не прислушался, нормы не пересмотрел. Народ перестал выходить. Пошли дожди, клубника пропала. Кажется, вопрос экономический. А за этой экономикой человек стоит. Живой человек, Люда. Люди могут работать вдвое лучше, если климат будет человечный. Если экономнее будут расходовать нервы людей. Люда, может, не стоит мне говорить? Стоит, говори. Люда, ну ты задумывалась, почему так быстро стареет колхоз? Почему молодежь не задерживается? Заработки приличнее, чем на заводе. Дом культуры похлеще, чем районные от грохоля. Так почему же уезжают-то? Ты педагог, Люда, и хорошо знаешь, как ребята реагируют на окрик, стук кулаком по столу. А Игорь? Ведь они здесь живут, все видят, слышат, что о нем родители говорят. Им в школе вы хозяева жизни, а за порог вышли, оказывается, хозяин Сивко, и все вокруг Сивковское. Так они говорят. Игорь видит такое злиться, кричит, народ не ценит его усилий, мол, для их же блага стараюсь. Где же вы раньше были, Женя? Почему не остановили, не наказали, не помогли? Где же вы были, Женя? В общем, в этом и мы виноваты. Привыкли на пожар лететь, а думал, кто давно появился. Думали, обойдется, не обошлось. Впредь наука. Федор Павлович, у меня к вам просьба. Пусть бюро райкома рекомендует меня в луч секретарем. Поймите, для меня это важно очень. Очень. Федор Павлович, я почти месяц прожил в этом колхозе. Я понял, в чем там беда. Понял, что во многом виноват сам Сивко. Ну, вы меня, ну, и теперь ему нужно помочь. Я чувствую, что могу ему помочь. Федор Павлович, я должен это сделать. Федор Павлович, я должен это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok